В Десногорске продолжается массовая вакцинация от коронавируса. К этому дню препарат «Спутник Ви» получили уже более 400 десногорцев. В городской медсанчасти ожидают высокий спрос на вакцину, поэтому уже сейчас она есть с запасом более 1000 доз. Всего же заказано 12000 доз. В медицинском учреждении готовы принять всех желающих. Аллергических реакций и осложнений после вакцинации мы не видели. Бывает повышение температуры в течение первых суток, незначительное, которое проходит на следующий день. Ни одного случая вызова скорой помощи и обращения к врачу, к терапевту не было по поводу вакцинации и после нее. Сейчас уже, поскольку прошло достаточно длительное время с момента начала вакцинации, второй этап мы также проводим. Также второй этап мы не наблюдаем осложнений. Необходимо сказать, что часть людей, которые начинали прививаться и которые на добровольной основе проверили у себя наличие антител к новой коронавирусной инфекции, после вакцинации, повторно проведя такое исследование, эти антитела были обнаружены. По поводу антител хотелось бы сказать, что письмом Минздраву установлен порядок, когда проверка на антитела не осуществляется. Такой необходимости нет. Можно прививаться без этого исследования. Противопоказания не отличаются от других вакцинных препаратов. Это аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата, хронические заболевания, температура тела выше 37 градусов в случае ОРВИ, а также возраст до 18 лет. Для записи на вакцинацию в МСЧ-135 необходимо позвонить по телефону 7-26-13. Также в медучреждении работает горячая линия, телефон на которой вы видите на экране. Сотрудники администрации города Десногорска активно участвуют в вакцинации. Многие уже сделали свой выбор в пользу российского препарата, осознавая, что только так можно остановить пандемию и вернуть себя и своих близких к привычной жизни. Я вакцинировался в октябре прошлого года от гриппа, вакцинируюсь я ежегодно. От коронавирусной инфекции на сегодняшний день пока я еще не привился, но в планах у меня есть, что я тоже получу эту вакцину. Поэтому как бы здесь, еще раз повторюсь, нужно думать о своих близких в первую очередь. Поэтому это социально значимо и необходимо делать всем. Вакцинацию проводят и на рабочих местах. С 22 января выездная бригада медиков работает в компании «Атомтранс». В местном медпункте очередь. Сотрудники предприятия стремятся как можно скорее обезопасить себя от коронавируса. «Чтобы в дальнейшем не заболеть, чтобы, как говорится, обезопасить себя на будущее и своих близких». «Против гриппа мы все время делаем, прививаемся нашим российским препаратам. Это наш российский, не импортный. Поэтому бояться мы думаем нечего». Перед использованием флаконы с вакциной против коронавируса размораживаются. По правилам хранятся они в морозильной камере при температуре ниже минус 18 градусов. Каждая такая баночка содержит 5 доз препарата «Спутник Ви». К вакцинации допускают после осмотра общего состояния здоровья и анкетирования. «Пока никаких ощущений». На предприятии решили вакцинировать по пятницам. Так у сотрудников будет время на полноценный отдых. Всего же в первый день прививочной кампании в «Атомтрансе» препарат получили 25 человек. Это как водительский состав, так и управленческий. «Мы должны это самопонимать, что нам она обязательна, потому что, ну, видим, что если человек упал в трудную ситуацию, именно связанную с коронавирусом, то не все оттуда выходят». Вторая инъекция препарата «Спутник Ви» будет сделана сотрудникам предприятия спустя 21 день также выездной бригадой на рабочем месте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!